Простите, пожалуйста, можно вам задать вопрос? Да Что вы думаете о сдаче крови, о донорстве? Ну, я боюсь крови, у меня плохая Поэтому я Хорошо отношусь не буду, сам не буду Я думаю, что это хорошо Вы сами не сдавали никогда? А, сдавала Сдавали? Конечно Если людям нужна кровь, почему не сдать? Можно второй вопрос? Вот здесь лежат люди, кто пролили свою кровь за Родину Это святое дело А донорство святое дело? Ой, извините, конечно, святое Когда людям помогаешь, в любое дело святое Спасибо, Иван Макс Когда здоровье позволяет, наверное, да, надо сдавать Вот у меня не берут никогда, потому что у меня низкое давление Поэтому бесполезно сдавать Даже если очень хочется, не берут Спасибо, а вы не сдавали никогда? Да, конечно Конечно, мне нужна была помощь, мне помог Я думаю, что это хорошее дело Святое или нет? Я как-то от этого далек Зато полезно и благодарно Проще, да Ну у вас какое чувство осталось от того, что... Спасибо вам Дай бог здоровья Мы идем с Саньком в Фанкация Где сейчас снимем небольшой фильм Про то, как сдают кровь Сюда ходят здоровые люди Это место там, где люди свое здоровье Которое они накопили Накопили через хорошее питание Через отдых Через путешествия, развитие, спорт И которые есть И которые можно поделиться Приносят вот сюда Потому что действительно Для детей Это кровь Это то, что поддерживает их Это то, что дает им силы И вот для того, чтобы силы им хватило Вам нужно сюда прийти И поделиться этой силой Потому что Это сила в вашей крови Ваша кровь Как раз и является Тем вторым А может быть даже первым По значимости средством Которое нужно этим детям И я сейчас войду И меня Замечательный Николай Николаевич Проведет по этому центру И мы с вами посмотрим Как действительно Можно сюда приехать И сдать кровь Здравствуйте, Николай Николаевич Здравствуйте Ну, покажите нам Вот я как Знаете, как Совсем Чайник Ни разу не сдававший кровь Приехал к вам И хочу очень помочь Вашим детишкам Как это сделать? Знаете, особых условий Для сдачи У нас не существует У нас все те же самые Показания и противопоказания К донорству Они указаны На нашем сайте В разделе донором Единственное условие Это наличие паспорта Наличие паспорта И в принципе все Дальше мы все сделаем Ну, а как говорят Там надо сначала сдать Какие-то анализы Чтобы тебя поняли Что ты Мы предварительно Это все сами делаем Да, но для начала Мы должны завести Для вас Учетную карточку Для этого нам нужен паспорт В регистратуре В регистратуре можно Пойдемте дальше Ну давайте Да, не будем Здесь затягивать Вот То есть Я подхожу к регистратуре Отдаю свой паспорт Отдаете паспорт Наши администраторы Оформляют карту Там они Они в творческой студии Делают Они очень благодарны Донорам Потому что То, что делают Доноры Для наших Подопечных Нашего центра Это Огромная помощь Потому что Без донорства Ни одно Метологическое Энкологическое Из заболевания Вылечить К сожалению Не заболевать Простите пожалуйста А можно вам Один вопрос А Сдача крови Святое дело Или нет Ну да Потому что Ты можешь Постичь Жизнь Это Такой Очень Существенный И Большой Этап Скажем так Для лечения Наших пациентов Ну и Как я понимаю Что Можно сказать 50% Всего лечения Практически От этого зависит Потому что Да В основном Все думают Что надо Дорогостоящие Лекарства Копить Каких-то Нужно И то И другое Да Но Вот Тем не менее Еще такая потребность Есть периоды Так сказать В лечении Данных пациентов Когда они Попросту Не могут обойтись Без Компонентов крови Без компонентов Так Вот Мои следы Да На самом деле Это не так Не так Двигается Отделение Переливальной крови Что вы правильным путем Идете Друзья И уже заходим В эту дверь Здесь никаких Тормозов Просто заходим И все И двигаемся Опять Здесь у нас Дифлофизик А вы на сдачу крови Да? Друзья Глядите Мы пришли По этим следам В этот кабинет А здесь сидит Человек Который И пришел Сдать кровь Вы первый раз сдаете? Нет Я почетный дом оружия Вот здесь есть группа такая Которые Составляют Вот таких Почетных доноров И вы наверное Знаете все друг друга Да? Вы знаете Здесь не особо Я часто сдаю Периодически Я приезжаю Почетный донор Это значит Больше Сколько их раз Вы сдали? Больше сорока Больше сорока Я сдавал компоненты крови Я сдавал больше Сидесяти раз Сидесяти Компоненты крови А еще и вот так То есть в общей сложности Около ста раз Мы проходили Уже да Наверное Ну я всегда Сразу спрашиваю Сколько вам лет? Мне тридцать Выглядит на сколько? На двадцать Два Двадцать Три Только борода Выдает Я его возьму А это Извините Мы тут А вы кто? Я тоже дома Должен, но нет Первый раз Первый раз Но вы друзья Да? Это он вас Прилел Да Вы не боитесь сдавать крови? Я не боюсь Но сказали, что мне нельзя Потому что я могу себя наблюдать Я не специалист Я лучше их послушать Они тут правда очень грамотные А периодически будете проверяться Когда все восстанавливается Может быть Можно будет После родов Очень хорошо восстанавливается Женщина Так что все Дай бог вам здоровья Все хорошо Извините Отвлекся Здравствуйте Здравствуйте А это вот как раз Это левый кабинет Куда попадают доноры То есть здесь Как раз определяют Во-первых Группу крови И здесь берут Общий анализ крови Где мы смотрим Гемоглобины Гемотокрита Лейкоциты Да Вот такие крапкие параметры Это как раз Делают все здесь Ну это не страшно сделать? Это не страшно Это колет палец Это колет палец А можно мне проколоть палец? Проколоть палец? Да Можно Давайте А давайте так Там сейчас будет донор Ага Вот А мы на нем тогда показываем Здравствуйте Здравствуйте А можно мы вас поснимаем Как колет палец? Только можно Меньше не спрашивать Ничего не спрашивать Да? Ну вам не страшно? Нет Мне не страшно Ну что делать? А вы первый раз, да? Нет Но каждый раз страшно Всегда страшно Даже вот такому большому Красивому Или А как это речь Это страшно или нет? Это у большинства По всей вероятности Это нормальная физиология Было бы страшно Если человеку не страшно Это детская психологическая травма С тех времен Когда кололи Помните Такие копья Металлические Да Вот эти страшные скарификаторы Которые Там было ощущение Что тебе сейчас Оторвет палец А вот На самом деле Сейчас Такой более современный уровень Абсолютно другие Автоматические скарификаторы И гораздо менее болезненные Мы уже все болимся за тебя Набирают два капилляра Потому что один капилляр у нас Уходит на определение Как раз параметров Общего анализа крови А из того капилляра Определяют группу крови Ну а если человек уже Несколько раз давал И так далее Все равно ему надо Каждый раз Каждый раз Каждый раз Потому что это Обязательные условия Скажем так По закону Об обследовании Это гарантирует Что спасибо вам большое За ссылки Будет ошибок Будет ошибок Будет ошибок И вы получите А то знаете Вот такая ходит версия Что тут Кровь сдают одни пьяницы Какие-то Наркоманы Там и все такое Вот это не так? Ни одного пьяница Наркомана И прочих Скажем так Как это назвать Никогда не пройдет Этот контроль А социальных личностей Я не видел Ну это народное такое мнение Это вы реактивы какие-то Это специальные растворы Которые называются Целиклоны С помощью которых И определяют Групповую принадлежность По системе АБ0 И Резус Это занимает минуту Буквально И все И мы знаем Группу крови человека Очень важно вам знать Группу крови человека Да Очень важно знать Группу крови Поскольку Существуют Такие группы крови При которых Нельзя сдавать Какие-то определенные Компоненты К примеру Если есть у человека В наличии От рождения Скажем так Какие-то специфические Заболевания Не заболевания А специфические Антигены Которые На элитроциты А пойдемте Куда двигается Этот Вот Актигены Которые не позволяют Человеку сдавать К примеру Элитроциты Это лаборатория Это лаборатория Определяют Общий анализ Крови Ага Вот она Это занимает Буквально Полторы минуты То есть У нас полная Прослеживаемость Вы видите Везде есть Штрих-код Это индивидуальный Штрих-код На каждого Донора Мы определяем Общий анализ Крови Как этот аппарат Это геманализатор Действует Это геманализатор То есть Это автоматически Полностью Прибор Который За минуту Вот сейчас Если вы Посмотрите В течение минуты Он определит Все основные Параметры Анализа Крови Вот чего Анализа Крови Ну там Что происходит В нем Какая-то Спектрограмма Или что По каким Параметрам Он это Знаете Мне сложно Ответить На этот вопрос Потому что Все-таки Я не техник Там специальная Камера Ну значит Это хроматомас Спектрометра Такого типа Вот У нас уже Есть Общий анализ Все Человек Готов Да То есть Вот что мы По нему Видим Сколько параметров Здесь довольно Много параметров Но нас интересует Только Малая часть Нас интересует Только Гемоглобин Нас интересует Гематокрит Нас интересует Количество Тромбоцитов И количество Лейкоцитов Все эти параметры У нас есть Но судя Вот по этим Параметрам Человек Годен К донору А далее Мы уже будем Непосредственно Разговаривать С этим человеком Опираясь На его анкету Опираясь На анализы И на То что он О себе Расскажет Потому что Противопоказаний Донорских Много Не каждый человек К сожалению Может стать Донором Поэтому Нужно Анкета Это лишь Маленькая часть Нужно Обязательно Поговорить с человеком Поскольку Очень много Ну и если он Прошел То куда вы Его дальше Двигаете Давайте еще раз Вам оборудование Покажу Вон какой Красивый Аппарат Это 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 Который В автоматическом Режиме Определяет Группу Кроме Груповую Принадлежность То есть При массовом Заборе Каком-то Многим Многим Параметрам Да То есть Это Можно делать И вручного Ну практически Как мы видели Можно делать Вот так вот Массово И гружать Десятки Десятки Образцов В дальнейшем В кабинете Транскезиолога Происходит Некий Диалог Да Относительно Пригодности Относительно Пригодности К донорству Вот И если Донора Признают Пригодным К донорству То тогда Он уже Направляется Непосредственно На сдачу Хорошо Ну успехов Вам ребята Всем Сдать кровь Спасибо Перед донацией Перед донацией Мы всегда советуем Рекомендуем Обязательно попить Сладкий горячий чай Обязательно То есть перед тем Как вы у него Возьмете кровь Вы его покормите Обязательно Страшно было сдавать Кровь Нет А вы какой раз Сдаете кровь Пятый Пятый А первый раз Страшно было Нет Не страшно Да А кто вас привел Вот сюда Каким образом Да Вы оказались Коллеги мои Работцы Он сдает Здесь да Да Почетный дон Ну вы Насколько Понимаете Что это Действительно Важно И почетно Как говорится Я понимаю Что это важно Ну Мы чуть-чуть Не закончили Но правда Это не страшно Сдавать кровь Да То есть Почти сто раз Вы сдали Значит При своем возрасте Выглядите На 22 23 И Прям Вы настоящий Пример того Как Надо сдавать А вас привело Что К сдаче крови Первый раз Я хотел сдать Для знакомого Как попал в аварию Вот Вот тот случай Что я говорю Часто трагедии Приводит Да Да У меня было Еще не было 18 лет Я там не смог Знать Я просто подумал Что если я могу Сдавать Почему Потому что Я за ее В основном Это Московская Властная Станция Кривания крови А что бы вы Детишкам сказали Которым сейчас Кровь отдали Детишкам Дай Бог здоровья Что бы им помогло Вот это все Чтобы кровь была хорошая От нас Скажем так Все Чтобы они выздоровели Самое главное После того Как донор Испил чай С печеньками Он проходит В операционный зал Это операционный зал Донорский зал Номер один У нас два зала Они очень маленькие И скромные В этом зале Мы собираем Тромбоциты На специальных приборах Мы собираем Тромбоциты Это клетки Которые отвечают За Сруктывательность крови Ребят Можно я наведу На вас камеру Никто против Не будет Дело в том Что у наших детей Нет тромбоцитов Это клетки Которые отвечают За смертываемость крови За остановку кровотечения Можно к свету подойдет Вот сюда Чтобы мне Их светом видеть Ряд других функций Дело в том Что эти клетки Они очень короткоживущие Они даже в организме Живут Порядка 10 дней В среднем Поэтому это клетки Которые первые Скажем так Погибают И первые После лечения После химиотерапии Пересадки костного мозга Это первые клетки Которые 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 Уходят Из организма И в таком случае Ребенок нуждается В донорском То есть специальный прибор Нам позволяет собрать Довольно большое количество Тромбоцитов Допустим В данном конкретном случае Здесь собирается 4,8 на 10 в 11 степени Тромбоцитов Что составляет 9 педиатрических доз Одну дозу Переливают На 10 кг веса Удобнее считать Вот один человек Может помочь 90 кг детей 90 кг Понятно В порядке 3-4 штук В зависимости от того Какой это ребенок Если это маленький Маленький-маленький Совсем малыш То это порядка 5-6 Двум взрослым Либо 5-6 человек Маленьких детей Обеспечить Одной донацией Кромоцитов Здорово Здорово Ребят Такой общий вопрос Не страшно Сдавать кровь Не страшно Не страшно Смотрите на Продвиженные лица Конечно страшно Периодически Падают в обморок Первые разы Конечно Повы Это было неизвестно Это было Новое Первое впечатление А потом уже Существует Сравнялся А сколько вам лет? 100 Мне кажется Вот это Самые такие А вам сколько лет? 20 А вам сколько лет? 32 Ну я думаю Вот это Самые большие доказательства Когда ты смотришь На человека Ему максимум 30 Максимум 32 Да Вот это Один из показателей Что сдача крови Все таки дает Такое Оздоровление Организму Да? Ну Скорее всего Да Скорее всего Да Я бы сказал так Что вреда Нет точно Если Если соблюдать Все Все нормы Которые Предписаны Да Они же все Давным-давно Это все Было Исследовано Все эти нормы Кроводач Объемы Сроки Кроводач Если Это не нарушать То это Абсолютно Без греха У вас Такое Здесь Здесь проводят Забор Цельной крови Если в том зале Мы видели Сбор Тромбоцитов Это специальный прибор В автоматическом режиме Собирает определенные клетки крови То здесь Собирается Цельная кровь То есть Ну Все что содержит Кровь человека Да Это плазма Это тромбоциты Эритроциты И лейкоциты И в дальнейшем Это все Обрабатывается Пойдемте посмотрим Подождите А то он убежит Вы какой раз даете кровь? Первый Первый? Страшно было? Нет? И не больно? Нет А как вы сюда пришли? Как на грамме Ну кто Мотивации Да Что это полезно И вы поэтому сюда пришли? Да Ну вы считаете Что полезно сделали? Конечно Да Олесь Полезно ли он кровь сдал? Конечно полезно Все держите И вошедь в врачу Вошедь в врачу Вошедь в врачу Врача пошла Потом можно А что это? Да А почему вы крови? Крови еще и денежку положили? Да почему? На благоу делать еще? Да Вот я вчера был в этой клинике Этих детишек Смотрел И так конечно Вы бы что им могли сказать Этим детишкам? Ой это вообще очень сложно Потому что это еще Маленькие Скажем так Маленькие человечки Которые еще может быть даже И не осознают Во всей сложности ситуации Только убиваться Только позитивных встреч Только бодрого настроя И продолжительным дадушкам Вот так А конкретно Ничего ему Не страшно сейчас Вот он первый раз пойдет В обморок там где-то не упадет Нет конечно бывает Бывает всякое Падают в обмороке Но Это довольно редкое явление Чаще всего падают из-за страха Это волнение Волнение, страх Потому что В любом случае Это что-то такое Для организма необычное Особенно когда человек сдает первый раз Ну то есть Это не физиологическое Такое Что Немножечко потерял И сразу упал Ох ты Это что у нас такое Ну вот сейчас К сожалению Это все в центре фонги Это кубинет Фракционирование крови Так называемый То есть Вот здесь она и делится На разные фракции Когда человек сдал 450 миллилитров цельной крови На этом ее путь не заканчивается Да Только Можно сказать Начинается Потому что в дальнейшем Это длительный такой Длительный процесс Обработки крови Эту кровь Обязательно фильтруют Для того чтобы убрать Лейкоциты Потому что Переливать лейкоциты Не есть хорошо Они могут вызывать Нежелательные реакции У реципиента При переливании Поэтому Специальным фильтром Их задерживают Здесь гудит Маленько Давай Гудит центрифуга Ага Там как раз Вот работная центрифуга Вот как раз Принесли свежую кровь Да Она теплая Теплая Только из человека Ее в дальнейшем Будут фильтровать Ее поместят В центрифугу Сейчас вот ее Хранилище Да Ее нужно сначала Охладить Для того чтобы Провысить ее вязкость Чтобы лейкоциты Лучше задержали Ага Просто Вылавливались Поэтому они полчасика Лежат в холодильнике Ну здорово Затем ее центрифугировать И мы получаем В этом пакете Две фракции То есть Это плазма А внизу Это элитроциты Поскольку они имеют Больше вес Внизу у нас Элитроциты С помощью вот таких Автоматических машин Они в автоматическом Режиме разделяют То есть Они перегоняют Плазму в один пакет А элитроциты У нас остаются В другом пакете То есть По сути Когда человек Сдает цельную кровь Мы получаем Два компонента Мы получаем Элитроциты Которые Переносит кислород Мы получаем Плазму Которую используют Для восполнения Объема крови При кровопотере Для восполнения факторов Сверхлой Для каких-то Терапевтических процедур Вот таким образом Идем дальше Простите Можно задать Один вопрос Как вы относитесь К донорству Хорошо Очень хорошо Вы видимо донор Нет я не донор А это можно назвать Святым делом Ну я не знаю Для одних Наверное Да Помогает Наверное То есть В разных Просто языках Где добрые дела А где Святая Ну да Нет Но понимаете Как Есть Его Допустим Они не признают Переливание крови Вот так Да То есть Они Это бы дело Назвали плохим Да У них даже Часто бывает Такое Что люди умирают Они не разрешают Переливание крови Ой А я вам расскажу Такой случай У меня дочь Как раз занимается Онкогематологией Ага И у них В Балашихе Лежал мальчик Маленький По-моему Два годика Ага И вот родители Не давали согласия На его переливание Да И пока они обращались Значит К прокурору Пока они обращались Значит Ко всем этим И у нее На руках умирал Этот ребенок Ага Вот это было Так непереносимо Да Что просто Обычная Человеческая глупость Ну да Потому что Ну как Весь мир признает Что это можно А какая-то группка Говорит Что это Да Ну я считаю Так опять-таки Все это тоже Должно быть правильно Спасибо С удовольствием Конечно Если надо было бы Кому-то кровь Свою сдать Моя подходила бы Я бы сдала Вот Если это Помогает человеку Я просто был Вчера на акции Вот там Устроивали В Новых Ватутинках Просто жители Взяли Сами собрались И записалось Там больше Сто человек Сорок человек Вчера взяли И сдали эту кровь Для детей Вот для Подари жизнь Счастливый мир Какие они счастливые Прямо так На них было приятно Посмотреть Что они доброе дело Сделали Спасибо вам Дай бог здоровья До свидания Донорство Сдача крови Для детей Дело святое Или нет Не знаю Ну а хорошие Или нет Наверное Хорошие Наверное Но вы никогда Еще не пробовали Это сделать Спасибо В дальнейшем Когда мы уже подготовили Когда мы уже подготовили Элипроцитную взвесь Ее помещают В холодильнике У нас Вот такой пакет крови Который Вчера Сдал Донор И Здесь он находится До того момента Когда мы получаем Все анализы Дело в том Что во время Кроводачи Каждый раз Независимо от того Сколько человек Сдал Каждый раз Разберутся одни и те же анализы Это повторно определяется Группа крови И Какие-то другие Антигены Определяют наличие Инфекции Таких как Сифилис ВИЧ Гепатит В Гепатит С Двумя методами Ну и По необходимости Другие анализы Общий анализ крови И Биохимический анализ Как только мы получаем Все результаты Мы это все проверяем И тогда уже Эту кровь Мы считаем пригодной Используем И можем отдавать ее В интеллект То есть Вот У меня опять Тот же вопрос Вначале был И теперь уже здесь Ни один Асоциальный тип Пьяница И так далее Не просто не пройдет Но и его кровь Ничего Не пройдет Никакие Вот сейчас Вы видели людей И выграц Ну все замечательно Можно назвать их Асоциальным Нет 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 Это все замечательно Здесь абсолютно разные люди У нас процентов 70 Это кадровые донеры Это люди Абсолютно разные Где-то процентов Наверное Ну 50 Это студенты Это молодые люди В возрасте От 18 До 25 Лет Небольшой процент Скажем так Возрастных донеров Которым за 60 Немножко В районе 60 Нельзя назвать это Даже наверное Возрастными Да То есть Это люди Самых разных Так сказать Сословий Да Самых разных Там родов деятельности Это и студенты Это и инженеры Это и передаватели Это сами же врачи И другой медперсонал То есть здесь Разные 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 Абсолютно Разные Понятно Ни одного Ну здесь вот мы уже все Это последний Это предпоследний Предпоследний Этап Тромоциты Которые хранятся Вот таким образом В специальных Климатических Камерах С поддержанием Температуры От 22 До 24 И они Находятся В постоянном Помешивании Вот так То есть Вот так Хранится Они вот так Помешиваются Они Срок годности У них 5 суток И они Все 5 суток Должны находиться В движении Потому что Иначе Каким образом Они работают Останавливая кровотечение Они Собираются Пучками Склеиваются Между собой Ну да И все Поэтому Если они будут лежать Без движения Они уже в пакете Склеятся И будут Непригодны Преиспользовать Вот это Самая дорогая Фракция Как говорится Которая И самая Частая Используем То есть Вот то что Когда мы Говорим Переливание Крови В конечном Итоге Именно Вот это Приходит К организму Раньше Кровь На самом деле Переливали Цельную Которая Содержала Все компоненты Так Раньше Было Сейчас Это запрещено Сейчас Не переливают Цельную Кровь Но там Очень Очень Мало Показателей Для Переливания Цельной Крови А конкретному Которому Попадет Ваша Кровь И он Ваш Родственник По крови Будет Как Я буду Очень даже Рада Я бы Прям Даже Нашла бы Нашла бы Приехать Не найдете Не найдете Я вчера Видел Технологии Конечно Найти Невозможно Ну как Вы сдались Да Все Удачно А что вы Сказали Детишке Которому Попадет Ваша кровь Чтобы они Выздоровели И больше Отдельно Громоциты Бывают Ситуации Когда Отдельно Берут Лейкоциты Собирают Это обусловлено Методами Лечения И состоянием Организма Да Это обусловлено Да И методами Лечения И состоянием Организма И необходимостью В том или ином компоненте Ну да Потому что Если у ребенка Развивается Так называемая Анемия Это недостаточность Красных кровяных телец Ну Да Зачем ему Переливать все Когда можно Отдельно Красные кровяные телца Эритроциты Не перелить Если у него нет Тромбоцитов Мы отдельно Переливаем ему Тромбоциты Поэтому Основной Упор Да Это все-таки Безопасность И необходимость А здесь Хранится Плазма Вот так С метроцитами Примерно Все понятно Вы получили Анализы Если они все Замечательные Отрицательные В дальнейшем Мы уже можем Это использовать А с плазмой Немножечко сложнее Плазма Обязательно Замораживает Как можно Быстрее Это Крио Установка Которая Замораживает Плазму И по нашему Законодательству Плазму Нельзя использовать Сразу И она должна Пройти Период Карантинизации Она должна Вот это Название Карантин Это и есть 30 А ну это Минус 31 От минус 30 До минус 40 Она хранит Температура Такая В течение полугода Минус 41 По течению полугода Потом Вы что-то Смотрите Опять ее Да Ну По истечении 6 месяцев Донор Должен прийти Повторно Должен прийти Повторно И повторно Сдать Все те же самые Анализы На инфекции С То есть Вы таким образом Через плазму Именно фильтруете Тех У кого может быть Спит Гепатит Все дело в том Что Существует Так называемый Период Акна Стахилококки Стахилококки Другая система Ну да Это немножко Другая система Это другая Бактерия Есть в этих Инфекциях Так называемый Период Акна Это период Когда человек Уже Заразился И он уже Болеет То есть В нем Уже есть вирус Но Анализами Поймать Еще нельзя То есть Организм Еще не выработало Антитела Так называемые К тому же Гепатита С Или Гепатита Б Поэтому Плазма Лежит Полгода Через полгода Если вдруг На момент Донации Донор Заражен То через полгода Мы обязательно Выявим эти Антитела Ну вы ему сообщите Самому Потому что Это получается И даже Для этого Человеку Можно Прийти и сдать Чтобы хотя бы Понять Точно Есть в тебе Какое-то Заболевание То есть Ваши доноры Еще и постоянно Находятся Под таким Контролем Да Они могут быть Абсолютно уверены Что они здоровы То есть Вот таким образом В таких брикетиках Хранится плазма Хранится плазма Полгода Срок хранения Три года То есть Если вот В течение Года Двух человек Приходит Повторно Сдает Анализы То мы Обмораживая руки Ищем плазму Находим Ту плазму Которую он сдавал Ранее И уже Отдаем ее Непосредственно Для использования И выделения Друзья Ну вы Поняли Сейчас что вам Открылось То есть Если вы Пойдете В определенную Лабораторию Где захотите Узнать Если у вас Заболевание Или нет И заплатите Там 30-40 До 100 тысяч Рублей Чтобы понять Вот что это такое То оказывается Можно просто Прийти На сдачу крови Где тебе Еще и заплатят И получить Все те же Мы не платим У нас полностью Надо сказать Обязательно У нас полностью Безвозмездное Отлично Ну а вот эта Выездная бригада Там 600-600 рублей Дает Это уже Компенсация Какая Это же самое Это компенсация За питание Согласно Федеральному закону Мы обязаны Я имею ввиду Именно вот это 600 рублей Но извините А сколько платные Стоят здесь Не знаю Вот здесь Не знают Сколько стоит платно Я не знаю Потому что все бесплатно И все видите Как очень качественно Потому что Ну издавать Покормят Попоят И дадут Еще Два дня отдыха Да Дело в том Что мы не можем Кормить наших доноров Да Так как Голос Потому что у нас Нет специальной столовой И ничего Поэтому Вот этот перечень Продуктов питания Который должен получить Донор После кроводачи Он переведен В денежный эквивалент И эти деньги Выплачиваются То есть Это компенсация За питание После этого Донор После донации Получив Эти небольшие деньги Да Ну этого достаточно Для того Чтобы пойти Покушать Ну компенсироваться Да Маленечко То это Простите пожалуйста Можно вам один вопрос задать Донорство дело святое или нет Да Спасибо Впадают только персонал Так Это мы уже Входим совсем Какую-то Серьезную На этом на самом деле Опять же Путь крови Не заканчивается После того Как мы получили Уже готовые пакеты Плазмы Замораживаем И храним Как я сказал А вот с эритроцитами И тромбоцитами Немного сложнее Мы обязательно Подвергаем Их Ионизирующему Излучению Потому что Нельзя полностью Убрать Лейкоциты Оставшиеся В компоненте Но их нужно Каким-то образом Скажем так Деактивировать Сюда помещаются Пакеты И они получают Огромную труду Это 25 грей 25 грей Это огромная доза В основном Какой это Эффект Производит И для чего Вообще Это убивает Оставшиеся Лейкоциты То есть Если Просто Дело в том Что лейкоциты Они способны Приживляться В организме Чужом Вызывая Негативные реакции Для того Чтобы этого Избежать Есть такое Осложнение Пострансфузионное Которое называется Пострансфузионная Реакция Трансплантат Против хозяина И она как раз Через лейкоциты Проходит В основном Один вид Лейкоцитов Которые Способны Прижиться В организме И они Очень Если можно так сказать Наглые Они считают Этот организм Своим А клетки Чем-то Чужеровными И они Начинают Вырабатывать Определенные Наглые Наглые Которые Не нужно Избежать Как раз Таки Проводят Вот такие Процедуры Процедуры Еще Одна Процедура Это Вирусы Нактивации Компонентов Или По-другому Патогены Нактивации То есть Это процесс Уничтожения Вирусов Бактерий И простейших Компонентов Крови Мы проверяем Как я говорил Всех доноров На Такие Самые опасные Распространенные Инфекции Как СПИД Гепатит Сифилис Да Но У нас Никто не проверяет На все Остальные И нигде В России Не проверяют Такие Остальные Инфекции Как Цитомегаловирус Эпштейнбар Вирус Шагаса И прочее Прочее Чикунгуню Их очень много На самом деле Вот Ну Существуют Методики Которые Позволяют Удалить Абсолютно 99,9% Всех Вирусов Бактерий Простейших Если они Вдруг Оказались В компоненте Крови То есть Это Так называемые Нестринируемые И это У вас Кабинет Именно Для таких Еще Мероприятий Почему Это Сегодня Готовится Уже Это Подготовка К Процедуре К Бактериальному Посеву То есть Компоненты Должны Проходить Определенный Контроль Их Посеют Посмотрят Как они Живут Будут Делать Посев Из этих Компонентов Понятно Ну как Все Конечно Серьезно И как Все А что Это Мы Прошли А Здесь Мы Были Это Донор Стрехов А Я Просто Какие То Плюс Четыре Плюс Это Это Браслетики Да Вот Такие Браслетики Которые Нам Дает Он Подари Жизнь И Донор Берут Себе Вот Это Основные Группы Крови Вот Здесь Имитра Которые Вы Забираете Ну Какая Самая Полезная Нет Понятия Полезная Или Неполезная Абсолютно Все Все Ну Кровь Любой Группы Она Нужна Да И Нельзя Сказать Что Та Группа Там Вторая Положительная Полезная А четвертая Неполезная Они Все Полезные То есть Вы Всех Приглашаете И Вам Все А какая Самая Редкая Все Таки Которые По Потребности По Потребности Не То Чтобы Редкая Людей Допустим С четвертой Отрицательной Группой Вообще Популяции Гораздо Меньше Чем К примеру Той же Второй Положительной Да Вот Поэтому У нас И детей Таких Мало Да И Соответственно И доноров Тоже Мало Потому что Процент Совсем Маленький Процент Совсем Маленький А так В основном Это Вторая Третья Группа Ну И Первая Конечно Видите Все Получат Такой Браслетик Кто здесь Прошел И Могут Ходить И Людям Показывать Что Они Доноры Здесь Эта Помната Называется Экспедиция Здесь Хранятся Все Компоненты Кроме Которые Мы Заготавливаем Которые Прошли Уже Все Этапы Обработки Все Все Анализы И Прочее И Они Уже Полностью Готовы К Выдаче Вот Здесь Написано На Выдаче Сюда Приходит Медицинский Персонал Медицинский Систер Для Того Чтобы Взять Против Смеха Света Не Могу Снять И Тромбоциты Также Здесь Здесь Работает Постоянно Медсестра Которая Работает Естественно Посменно Но Этот кабинет Работает Постоянно 7 дней В неделю 24 часа В сутки В случае Надобности Сразу Бегут Сюда И Здесь Бегут Сюда Берут Необходимый Компонент И Сколько Проходит У вас Ну Скажем Ну Не в сутки Ну В неделю В месяц Есть Какое-то Понятие Количества Крови Проходящей Через Вас Что Иметь Ввиду Отдается В отделение Или Заготавливается Давайте Конечные Сколько Отдаете В отделении Ну Скажем Так У нас В год Мы Заготавливаем Около Тонны Заготавливаете Мы Заготавливаем Тонну 300 В среднем Тромбоцитов Ох ты Да Мы Заготавливаем Порядка Тонны 200 Плазма То есть Это Около Десяти тысяч Доноров У вас Должно Пройти Год Это Около Десяти тысяч Доноров Как я Быстро Посчитали Там 9700 Если быть точнее Значит Если это Пересчитать На Цельную На Переработку Цельной Крови То мы Перерабатываем 19 Тонн Крови То мы Перерабатываем 19 Тон Крови Вот так Вот это Да Вот это Да 19 тонн Крови Только здесь Проходит Очень большие Основная Подребность Это Тромбоциты Но Кровь Составляет Не меньшую Часть Да Эритроциты Это не меньшую Часть Основное Конечно Это тромбоциты По той причине Что Детей у нас Очень много Они все Практически Нуждаются В переливании Тромбоцитов Это один момент Другой момент Это очень коротко Живущие клетки Но критической Недостачи Вот что Вот привезут Ребенка Иногда такое Что мы Мы едем За границу Потому что Сюда привезешь Крови Никакой нет Лекарств Никаких нет Нету Такой критической Нету Такой критической Мы всегда Скажем так Не всегда Наверное Как нельзя сказать А бывают Моменты Когда мы Балансируем Скажем так На такой грани Когда у нас Не очень много Как каких-то Компонентов Но У нас Ни один Ребенок Никогда Не остается Без Какого-то Компонента Крови Никогда Мы стараемся То есть Ну Нельзя сказать И мы Никогда Не говорили Ребенку И не ребенок По лечащему Врачу Что у нас Нет То что ты Просишь У нас Нет Тромбоцитов Но мы Хотим Чтобы вы Восполнили То есть Вот эта Истерическая Компания Когда говорят Немедленно Приедьте Иначе Ребенок Помрет Там И все Такое Она Извините Мы так Хорошо Поговорили Но нет Нет Вы мне Нужны Ну на Пловочек Не получится Ну Отпускаете Нас Спасибо вам Огромное Николай Если хотите Мы можем Там В кабинете Продолжить Пойдем Простите Можно вам Один вопрос Задать Сдача крови Для детей Дело святое Или нет Да Спасибо Вы И утверждает Что И вообще Очень Лучше В мире Нет Нигде Такой Системы Конечно И я Очень рад И благодарен Что Александр Григорьевич Такой Все-таки Создал Я видел Как это Создавалось Какой это Кровью Какой это Болю И сейчас Все это Очень приятно Видеть Без Донорской Крови Лечение Наших пациентов Невозможно К сожалению На данном этапе Развития науки Заменить Донорскую Кровь Невозможно Мы Смогли Придумать И внедрить Технологии Которые Позволили Уменьшить Необходимое Количество Донорской Крови Но полностью Отказаться От нее До сих пор Невозможно Это правда Ежедневно В нашем центре Лечится Около 450 пациентов Каждый день Каждый день Порядка 100 из них Нуждаются В переливании Донорской Крови Без Донорской Крови Лечение Наших пациентов Невозможно К сожалению На данном этапе Развития науки Заменить Донорскую Кровь Невозможно Мы Смогли Придумать И внедрить Технологии Которые Позволили Уменьшить Необходимое Количество Донорской Крови Но полностью Отказаться От нее До сих пор Невозможно Это правда Ежедневно В нашем центре Лечится Около 450 пациентов Каждый день Каждый день Порядка 100 из них Нуждаются В переливании Донорской Крови Ежедневно 7 дней Неделю 365 Днев Каждый И для нас Очень приятно Осознавать Что нам удалось Создать Такую Работающую Систему Которая Позволила Бесперебойно Именно Тогда Когда Нужно А не Через 2 часа Через 5 часов Послезавтра Снабжать Всех Наших Пациентов Донорской Крови Это действительно Система Достаточно Уникальная В масштабах Нашей страны Не всем Удается Так Работать Это сложно Это сложно С точки зрения Логистики Это сложно С точки зрения Технологий Это сложно С точки зрения Поиска Донора Потому что Для того Чтобы наши Пациенты Лечились Каждый год В нашем центре 9 тысяч Доноров Должны прийти И сдать Свою Комму 8 с половиной 9 тысяч Человек Это то Что нам Нужно Для того Чтобы мы Могли Работать И мы Могли Лечить Наших Больных Много Это или мало С одной Стороны Это мало Ну что Такое 9 тысяч Доноров С другой С другой Стороны Это безумное Количество Потому что Еще раз Говорю Наша клиника Она не такая Большая Всего 400 пациентов Здесь лечится В одномоменте В Москве Есть клиники Которых Лечится Полторы Две И более Тысяч Пациентов Ежегодно 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 Одином Способом Добиться Максимальной Безопасности Сдачи Донорской Крови Как для Донора Так и Для Пациента Сделать Процесс Максимально Безопасным И для Одного И для Другого Возможно Только В одном Случае Если Все Без Исключения Доноры Будут Донорами Добровольцами И Примерно 95% Донаций Крови В мире Выполняется Донорами Добровольцами За Исключением Нескольких Стран На нашем Глобусе Лет Назад Когда Открылся Этот Центр Когда Я сюда Пришел Работать Для Меня Это Был Вопрос Принцип Мы Принципиально Не Принимаем Доноров За Деньки Мы Принципиально Не Принимаем Доноров Которые Приходят Сдавать Кровь Для Своих Близких Людей Мне Казалось Что Поскольку Мы Вынуждены Были Заниматься Пропагандой Бесплатного Донорства И Для Нас Самым Простым Способом Было Выйти В социальные Сити Мы Были Уверены Что Наш Основной Контингент Будет Очень Молод Это Оказалось Не Так Это Оказалось Не Так У Нас Очень Широкие Возрастные Рамки Самый Пожилой Наш Донор 63 Лет 63 Лет У Нас Примерно Равное Количество Оказалось Мужчин И Женщин Что Для Нас Было Достаточно Странно Потому Что Женщины Более Сострадательны И Более Смелы И Обычно Женщины Сдают Кровь Чаще Чем Мужчины Они Не Так Этого Боятся И Они Более Мотивированы На Помощь Ближнему У Нас Оказался Очень Разный Возрастной И Образовательный Ценс Мы Были Уверены Что Ну Такой Посыл Что Нужно Безвозмездно Помогать Незнакомому Тебе Человеку Да Это Удел Все Так Довольно Высоко Образованных Социально Активных Людей Нет Это Оказалось Не У нас Очень Большое Количество Сотрудников Силовых Структур У нас Очень Большое Количество Людей Рабочих Профессий Которые Приходят Сдавать Кровь Мотивированы Тем Что Они Хотят Безвозмездно Помочь Незнакомому Человеку Это Форма Социальной Ответственности Социальной Благотворительности Кто-то Может Пойти Подать Нищему Кто-то Может Перевести Деньги В благотворительный Фонд Кто-то Может Еще Убрать Мусор Во дворе Сдача Крови Это Такой Вариант Социальной Благотворительности Социальной Благотворительности Да Вы понимаете Что вы живете В обществе Да Вы понимаете Что Кроме того Что вы платите Налоги Вы Можете Еще Чем-то Быть полезным Поэтому Это Проблема Не Россия Это Проблема Всего Мира Поэтому Весь Мир Борется За То Чтобы Доноры Не Приходили Раз В год В количестве 400 Или 4000 Или 40 Тысяч Человек Сдавать Кровь А Чтобы Каждый День Приходило 20 Человек Но Каждый День Тогда Это Позволит Добиться Того Что Вся Кровь Которая Сдана Она Вся Будет Использована Это Взгляд Со стороны Профессионала Взгляд Со стороны Человека Это Замечательная Правильная Хорошая Акция Поскольку Мы Сейчас Говорим О Привлечении Людей На Социальном Уровне Не за Деньги Не Мотивированных Страхом Люди Хотят Оказать Помощь Это Привлечение Должно Быть В первую Чуть Для Них Удобно Я Сейчас Не Буду Говорить О Людях Опытных Донорах С Большим Донорским Стажем Я Очень Хотел Чтобы Люди Которые Впервые Испытают Стресс Переборят Свой Страх Или Еще Иные Какие-то Чувства Придут Это Первое Я Не Буду Развивить Миф Потому Что Достаточно Просто Перебороть Свой Страх Это Лучший Способ Объяснить Что Это Не Страшно Не Больно Не Опасно Сделав Это Один Раз Ты Понимаешь Что В процедуре Сдачи Крови Нет Ничего Более Ужасного Чем В обычной Сдаче Анализа В Поликлинике Это Не Это Не Мучительная Пытка Это Просто Человек Просто Сдал Анализы Вот И Мне бы Очень Хотелось Чтобы Кто Нибудь Из тех Кто Участвует В этой Акции А желательно Чтобы Все Не Только Выполнили Доброе Дело А Еще И Иногда Задумывались А не Хотим ли мы Его Повторить Мы Очень Мы Очень Любим Наших Друзей Мы В нашей Отрасли Медицины Нет Понятия Больной Врач Вот Она Такая Особенная Отрасль Медицина У нас Нет Больных Мы Работаем Со Здоровыми Людьми Это Раз И Во-вторых Без Вас Без Доноров Наша Работа Не Стоит Ничего Поэтому В данном Случае Вы имеете Святое дело Или нет Я так понимаю Игрослав Игрослав Офигенские Вещи Давайте С ним Познакомим И Она Меня привела К Это Был Девяносто Третий Год Бру Девяносто Четвертый Год Девяносто Четвертый Год Вот Пообщавшись Три Месяца С Институт Еще Шесть Дет Учился Уже 22 Года Я работаю Уже Здесь Второй Метод Заканчиваем Да Уже 22 Года Я Работаю Здесь Очень Поздравляю Что Вы Указались В этой Команде Я считаю Что Мне Очень Повезло Да Такой Человек Сам По себе Спасибо Огромное До свидания Давайте посмотрим Вот здесь Здание Небольшой дом С определенным оформлением Может быть и симпатичный Но дом Куда мы приходим И получаем Радость Этот дом Наполненный Радости А здесь Дом Очень большой Очень красивый Очень шикарный И наполненный Людьми Полторы тысячи Человек Обслуживаем Здесь На каждого ребенка По три Четыре Человека Но этот Дом Наполнен Слезами Потому что Сюда Приходят С той проблемой С которой Лучше бы сюда Не попадать Это Символически Отображает Наш Мир Вот он Такой Красивый Технологичный И так Безжалостен И Чем Больше Будет Тех Кто Приходит В этот Комплекс В это Здание Для того Чтобы Помочь Тем Кто В этом Красивом Доме Тем Меньше Будет Тех Кто Попадет В этот Дом Поэтому Давайте Сначала Сюда Потом Вот Вот В эту Дверь На Сдачу Крови А потом С чистой Судистой Благород Стреляем По Земле Вот Вот Оно Святое Наше Воинство Протяни Протяни Ему Свою Ладонь За него За него За него Не страшно И вагон За него За него За него Не страшно И вагон Лик его Высокий Удивителем Посвяти ему Свой Краткий Век Может Быть Может И не Станешь Победителем Но Зато Но Зато Но Зато Умрешь Как Человек Но Зато Но Зато Но Зато Умрешь Как Человек Продолжение следует